приветствую всех на канале эльфика play с вами эльвира и в сегодняшнем видео проекте not so berry у нас идет переезд конечно же переезд потому что у нас как вы помните в прошлой серии родился ребенок точнее девочка rose будущее поколение красная и конечно же нам надо переехать потому что не будем же мы жить в том маленьком контейнере точнее это было трейлер типа но суть ясна в общем то мы там жить не можем там слишком мало места решила переехать в этот же городок как мне подсказали в комментариях то что она спасла этот город и скорее всего она не хочет никуда переезжать ей он в принципе нравится здесь такая знаете немножко странная атмосфера да и в принципе здесь много ученых и тому подобное в общем то ее так сказать окружение поэтому решил остаться здесь но переехать естественно другой участок он находится рядом с тем участком где мы жили получается это около центра скорее всего там вот где мы постоянно искали людей постоянно искали с кем пообщаться здесь как раз таки бар рядом поэтому в целом местечко неплохое я отсюда был полностью удалила домик он тут стоял какой-то там конечно же кто-то жил но я их выселила вот такая вот я сегодня злая ну точнее не я а джойс видимо она прогнала их вообще из этого света и в принципе заняла их место дом решила построить не таким как остальные то есть там рядом стоят домики они знаете такие более-менее домашние то есть обычный american house так сказать вот а я сделала вот такой вот современный отличающийся от этого города домик и в принципе ты когда идешь и сразу обращаешь на него внимание поэтому мне кажется что джойс зайдет такой домик а потому что она у нас ученый не своеобразная такая немножко того немножко сего в общем то интересный домик получился поэтому я желаю вам просмотра приятного дальше будет интересненько и конечно же увидимся чуть-чуть попозже и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она что-то недовольная немножко стоит, мне не нравится это. Ну да ладно, вот такой вот дом, решила его сделать таким вот, немножко своеобразной формы, то есть он, знаете, сразу бросается в глаза, потому что здесь вон обычные такие домики стоят, и тут вот такое вот, он по типу контейнерного домика, то есть это типа контейнеры, но на самом деле он у нас просто обычный и вот такой вот интересной формы. Я его строила, ну, как сказать, долго, наверное, потому что не знала, как, что, куда поставить именно из мебели. Он получился достаточно пустым, потому что денег, как вы знаете, не так уж и много, но да ладно, ничего страшного, давайте-ка пойдем посмотрим, что у меня получилось. Мне нравится этот домик внешне, очень красиво сочетается вот такой вот цвет с таким вот бежевым деревом, поэтому посмотрим. Он у нас такой немножко странный, как бы космический, подать нашей Джойс, которая недовольна и с черными глазами, походу, спать хочет. Ну да ладно, проходим. Так, мы заходим, здесь у нас вот такой вот пустой коридор, тут только есть ковер, есть вот такой вот шкаф, там для обуви, для и тому подобное. Вот такое вот растение красивое, космическое, и, конечно же, там какие-то ключи висят и тому подобное. Здесь у нас комната, должна быть еще одна дверь, и здесь будет ванная комната, но она пока что не достроена. Потом, я думаю, когда у нас наша Джойс получит денежки, мы ее достроим. Далее у нас здесь вот такой вот проход на кухню. Кухня мне понравилась, очень красивый цвет, такого небесного. Ну, вообще, это как бы морская волна, бирюзовый, потому что у нас же все-таки мятный цвет. Ну, можно сказать, что и мятный, потому что этот цвет достаточно такой похож на мятный цвет. Короче, вот такая вот у нас получилась кухня, правда без вытяжки, но я ее потом добавлю. Такая современненькая космическая кухонька, здесь у нас микроволновочек стоит, мало ли что разогреть надо будет. Здесь у нас такой вот цветочек, еще один цветочек, и дальше мы проходим, получается, наш коридорчик, и проходим вот в эту комнату, это комната-гостина-столовая, то есть здесь мы можем покушать, посидеть, такой вот красивый аквариум у нас стоит. И здесь, конечно же, мы можем отдохнуть, посидеть, посмотреть телевизор, в принципе, смотрится очень и очень симпатично. Здесь у нас вот такое вот большое окно на красивейший вид, такой песчаный, то есть здесь такой, знаете, освежающий домик, а там смотришь и совсем другая картинка, конечно. Мы, кстати, живем недалеко от нашего предыдущего места жительства, трейлерный парк вон там стоит, и это где-то около центра, скорее всего, то есть мы переехали в достаточно такое нормальное местечко. Тут у нас окошки вот такие вот, и далее, наверное, давайте сразу покажу вам задний дворик. Задний дворик у нас тоже пустоватенький такой, здесь у нас вот этот вот механизм для создания мебели. Тут у нас, конечно же, ракета очень беспалевная, никто не видит, что она здесь стоит. Такие вот красивые окошечки у нас. Дальше у нас здесь шахматы, чтобы развивать логику, конечно же, и вот такая вот получается теплица с такими вот открытыми окошечками, чтобы наши растения дышали. Такая вот теплица у нас красивенькая, здесь я уже все рассадила, но там можно еще что-нибудь добавить. И дальше мы проходим, получается, здесь у нас есть секретное такое местечко, это, конечно же, наша лаборатория, которую надо потом будет закрыть. Здесь мы спускаемся, да, спустились, мы спускаемся, все, спасибо, игра. Мы спускаемся, здесь у нас такая вот дверь, я ее заперу, запру, короче, от всех. Вот, здесь у нас такой поцарапанный пол, ну, конечно же, это лаборатория все-таки. Здесь мы делаем какие-то свои научные открытия, не открытия. Надо, кстати, еще добавить стол для создания, получается, ну, или опытов, или, наверное, не опытов, а которые анализ проводят. Здесь у нас вот такой робоконструктор, привет, робоконструктор, и вот такие вот у нас разные инопланетные штучки. Тут, конечно же, наш домашний питомец, видимо, он уже помер, раз у него такие глаза, но надеюсь, что он жив на самом деле. У нас секретная какая-то фигня, может быть, мы туда помещаем кого-нибудь, но надеюсь, что нет. Ладно, мы поднимаемся, и давайте-ка, наверное, сразу что сделаем? Сразу на второй этаж, и бежим, 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 бежим быстренько. Дилан нам будет помогать с ребенком, потому что мы, я думаю, сами не справимся, да и нам неохота особо сидеть с этим ребенком, поэтому Дилан у нас будет в роли няньки. Так, здесь у нас такой вот второй этаж тоже, здесь потом что-нибудь добавлю. Здесь у нас вот такое вот веранда, здесь можно выйти, насладиться красивым видом, ну и, конечно же, добавить можно какие-нибудь, может быть, вертикальный сад или что-то типа того. Далее мы проходим и попадаем, давайте-ка сначала в ванную, ну, точнее, душевую, здесь у нас вот такая вот прям нано-душевая, туалет, естественно, и раковина с зеркалом, все, все простенько и чистенько. И проходим дальше в комнату нашей Джойс, и, конечно же, она будет спать здесь, а если Дилан захочет спать, он, в принципе, может прилечь вот здесь вот. Двойную кровать не стала добавлять, потому что, ну, нет смысла ее добавлять, потому что у нас в капсуле Джойс достаточно быстро высыпается, и я не хочу ее убирать. Вот такая вот комната, ну, для меня все-таки Джойс такая, знаете, немножко неаккуратная, то есть она вечно на работе, ей некогда не убираться, ничего, то есть она здесь наклеила какие-то свои плакатики, так немножко что-то добавила, и, в принципе, ей нормально, то есть она у нас не такая уж прям требовательная, и не требует там каких-то, я не знаю, нереальных ремонтов, поэтому, мне кажется, ей пойдет. Вот, и, в принципе, мне кажется, выглядит достаточно нормально. Здесь у нас вот такие вот элементы, которые мы собирали, и нам не хватает, конечно же, одного. А что здесь за элемент? Видимо, он прозрачный. Здесь у нас рабочее место, можно посидеть, поработать, пописать какие-то научные статьи, и дальше мы идем в комнату нашей малышки, нашей Роуз. Ты же Роуз, да? Да, Роуз, фух, я это вспомнила. Я не знаю, на самом деле, делать ли ей комнату красного цвета, как, ну, подать следующему поколению, все-таки она у нас будет красного цвета, или же оставить вот такую, поэтому, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, я все-таки изменю под ее поколение цвет ее комнаты, просто пока что она живет с Джойс, у нее комната вот такого цвета, потому что Джойс, ну, мятное поколение, естественно, у нее будет дом мятный, мятного цвета, но, может быть, потом, когда наша малышка подрастет и уже поймет, что ей не нравится, она будет там говорить своей матери то, что нет, мне не нравится такой цвет, я хочу красный. Может быть, Джойс ей не разрешит сделать красный цвет, а Джойс у нас достаточно строгая такая маман, и пока она не переедет уже отдельно жить от своей матери, она не сможет жить в красной комнате, или же все-таки сразу сменить ей на красный цвет, поэтому, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такая вот простая детская, здесь, может быть, Джойс или там, я не знаю, попросила Дилана сделать какие-то игрушки, или Дилан сам сделал, и так как Джойс у нас увлекается космосом, она сказала, давай-ка сделай что-нибудь с космическим, с космической темой связанной, и здесь у нас вот такая вот красивая штучка для измерения роста, конечно же, медвежонок, может быть, это Дилан подарил, потому что он у нас такой, наверное, хороший родитель, заботливый, здесь у нас такие вот стульчики кормить, и, конечно же, пеленать потом, когда она у нас подрастет. Ну что, ребята, вот такой вот у нас вышел домик, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам в целом, и напишите, будем ли мы менять комнату нашей Роуз в красный цвет, или же оставим таким цветом, я буду с вами прощаться, увидимся уже в новой серии, у нас сегодня такая серия немножко странная про строительство, увидимся уже, в общем-то, в новой серии, поэтому не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, пишите комментарии, не забывайте про колокольчик, также подписывайтесь на мои соцсети, ссылочки есть в описании под видео, или же в комментариях, но я буду с вами прощаться, увидимся в новой серии, всем до скорой встречи, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok